Была такая импреза, которая называлась «Верж на свободу». Тут попросили у всех, кто больше-меньше пьет, тримая в руце осадку и умея писать эту осадку и поримовать римы на паперы, написать так званый «Верж на свободу». Я вам его прочитаю. Корпоративство, пняжевая на отказ на счет, сучка, внучка и получка распроцовывать, выконовать и ремонтируют на территории Республики Беларусь супольные музычные проекты типа «Я народился здесь», в «Народный альбом» или «В Канаду за 2000 долларов». Примается заявление о замовленном выконании проектов «Верж на свободу», «Горж на свободе» и «Гирж на свободе». Пробудуется вариант номер один выконавца Валенте Ятвабкевича. А мать, что все вязковые поэты уцекли учора с нашего поэбла, кто в Прагу, кто в Бонн, кто в Лиссабон. На улицах там пробирает смерть, тимует полгрудный посуд в танных барах. Сдается, лепшу нас у собачьей бутсы, чем там такое жить. А ляг кто вязну цивилизации, изменяя нас в рог патриотизмах и красавцах в английских клетчатых костюмах, да уберегут их всех и Будда, и Аллах. И только я самотно тут застался, и сумные реляции складаю с моего життя. Такая тут земля, такая сьерра, усади у езернятка, выйдет шелест, устанет в расквелину опаде. Сквозь кактусы, пампасы, дубовцы и липы, на яких красуюць лапцы, сосновые бары и верасы, палацы, крамы, глёбусы, сысы, раинчики и данчики, ханки, запущенные с той зимы заводы, с дятинства помны самогонки пах, в рука и смертью вытвелым сомбрера, трымаючи у костистых тонких пальцах портрет своей удалой охвяры. О, бедный Йосель Бродский, так тебе хотели бачить у питерской земли, а ты, проклятый, хитрый сионист, не хочешь лежать у Кострышневской колысцы. Ну что ж, поеде у Питер помирать, моргунчик паш. Атлантика, что дёмно пробивая до берегу моей айчыгны дивной, то тюка унитарной допомоги, то белорусский трактор, то реактор, то нёманский напов разбитый джовен, то праники, то трески, то говно, то твик, то дошку. Мы будуем хаты, вывозим гноя на поле, копаем бульбу и модлимся, как международный фонд подкинул мех в зелёные валюты. Моя и чына сегодня, вот гадая, газковой девкой вытвелой сорочцы, я бы ухсеня умела на подпитку, на площах, на экранах и у кустах, под разно-колеровыми стягами повсюдно гвалцать у гуши. А чому? Тому, что вычворенцы, эти костраты, не умеют жить с кобетой так, как требуют. Я надо у нас, бедная, оглыхла, и, не дай Боже, я ещё и ошлепня, а от геткой реклиттной любви. Дына вот и мёртвой в труне, медь будет нехто неблаги пожитых. Хочу сказать про то, что меня наиболее зарастешит. Мой малый сусед, сын пьяниц, увязковых, сдольных лопчик, при лямпе у себя плавно оснемат, что вешен пишет вершина свободы. И он не Розанов, и не Бородулю, ты больше не Дудоров, а лишь я го, я бачу, будет долг. И вот с таким оптимистичным словом хочу я скончить этот смрочный день на нашей незалежной Беларуси. Погода просто не бы дым, у вёсцы рух, у вёсцы уздым, у парта кличащи нажать, и ни старым, ни молодым тут неколи ляжать. Грабель мельканьем, звоном кострым, тядь лилёвая просторы, и вось, не был зелёным море, плыве бухматый воз, дал он не утерши потный лоб, як помешгрыфу, помешкоп, лохматый капитан ягодяде. И он важность твару надае, и как не стало, а загадая своей одзиной конской силе, яка и так напруживаю всё жилье, и он пугой пары поддае, и оно хоть силы трохой шкода, и неколи стоить погода. Аж смах не ныючий, осерочил и куст, а жаби это не подгуст. И солнца горща перпяча, скорее и вусел нападкая, и як я на тут не утякая, як не скача учень никуда не учаче. Открыв ты жаба, лезь не плача, а всё двугногих этой гость своим вялизным возом. Апоновала жабу злость, и подказал ей жабин розум, ага, ну-ну, ты поживи ещё квилину, вот только сядю в колеину, плечом под коло тркану, и к чёрту воз переверну. Тады капут, и ты меня не зловишь, по голову напевно зломишь. И скок жабочка смела, ты у колеину села, тут колом хрась, и кровь не хрась, под кола жаба не подлась, чинит акишки кожных жабы лёс, чтоб кнеться на ходу, кульнуть советский воз. Зараз я прочитаю один верж, ну, вы видите, я прочитаю этот верж по честь, на кульке я памятую честьскую мову. Гэта... Позвоните мабе. Гэта, гэта, это просто, гэта просто парафраз одной моей песни, а гучите тут прой признатанно. Маруш на захваті наше мале містечко, Баричко, добре знаште, не повалений плод, ци це у неї з тебе, зато будь лавшичко, глядит на запад слонце, а не на выход. Славік нам заспів, як мав попису праце, а яко оживот там буду жабри жвати. Гвезди се обніві, орко се буде страцит, до цели апотеку се будів повідати. Помог сендедові, болоток шипонделку, на другу продали з вебшедни його грах, доставцем одного парка, рошу на горелку, радше ішне прекращив об господи прах. Маличкім храмем, который на ринку власний воловец Абрам, усмловаўсям то добре з воловцем Абрамем, білом пшцінек, пшіць, а я тихо там. При ми так заспівав, дві, а третий, дорослі падла тьма, крючина, кикс херкот. Три, дуги, где, та носо всеки черти, а не, а не, ко приністам, ко етен плод. При дугом чекані уж просыпался боту, месець за младе і на сплнене ми сну, а так сі вытягую певну плянку сплоту, буде і очіба на одганіню псу. І сплоте я цягну здоровую тенину, капчын було мне адрівацца ад саба. Дякуємо праведньо. А щас позвольте зацитировать самого себе. Єсь така книжечка, називається «Плюс весна». Я думаю, що давно, в 2009 році, конечно, колькість можна продаваць, було надавно вже, хіба, що продадзіна. Тим не менш, єсть такі речі. Ну, відійте, радує свобода. Я не ведаю зараз в Фейсбуку мною рівнем, різні дискусії на тему таго цього галіна потрібна, тому що там робяться такі нікі дивні речі. Саме цікаве, коли ми приїхали до моєго дядька, який помирав, лежав вже, так? І він постарує привичці, віддяється, у п'ятій раніці приїхали, а дядька тримав радіюбровник, включено на беларуську редакцію Радіо Свобода, тому що польська редакція вже давно не була, не слабо в польську. А була така імпреза, яка називалася «Вершна Свобода». Тут попросили усіх, хто більш-менш п'є, тримає в реці осадку і умею писати ці осадку, і поримувати рим на папірі, написати так званый «Вершна Свобода». Дякуюсь, я вам його прочитаю. «Корпоративса, п'ятійна, ка снащччо, сучка, внучка і палучка, розпрацовують, виконують і ремонтують на територію Респубіки Беларусь супольні музичні проєкти, типо «Я народився здесь», «Народний альбом» і в Канаду за 2 тисячі доларів. Провадиться за явлення, замовлення, виконання проєкту «Вершна Свобода», «Горж на Свободі» і «Гирж на Свободі». Провадується вариант номер один виконавця Валентій Етвабківич. А мать, що всі в'язкові поэты уцекли вчора з нашого публі, хто у Прагу, хто у Бон, хто у Лиссавон, на вулицах там прабираєць сметця, тімаець пугрудний босуд в данных барах, здаецься лепшу нас у собачьей бутця, чим там такое життя. Але хто в'язну цивилизаций, зміняє на змрог патриотизм і красавців в англійських клетчатых костюмах, да у перагутих всіх і Будда, і Аллах. І тільки я самотно тут застався, і сумнє реляцій складаю з моєго життя. Такае тут земля, такае сьєрра, усадив язернятка, вийде, шеліс, устанє в расквеліну ападе, скрозь кактуси, пампасы, дубовцы і ліпи, на яких красують лапці, соснові варі і верасы, палаці, крамы, глєбуси, сысы, раінчики, і данчики, ханки, запущені з той зимы заводи, з дятінства повні самогонки пах, в рука і смертью витілом сомбрера, тримаючі у костістых тонких пальцах портрет своєю удалі ахвярли. О, бедній Йосіль Бродський, так тебе хотіли бачить у пітерській землі, а ти, проклятый, хитрый сіаніст, не хочеш лежать у кострічній скай калысці, ну што ж, поєдзе у Пітер поміраць, маргунчик паш. Атлантика, што дземно прабиває, до берагу маю айчырны, дивной, то тюк унитарной до помоги, то білорусський трактор, то рактор, то ньоманський наповразбитый човін, то праніки, то трэскі, то говно, то твік, то дожку, мы будуєм хаты, вывозім гноя на поле, копаєм бульбу і модлимся, кат міжнародны фонд, падкінув мех зяленої валюты. Мояй чына сёння, будгадай, гасковой дземкою выцвіла і сорочці, якуюся неумело на підпитку, на площах, на экранах і у кустах, пад рознокалеровыми стягами повсюдна гвалцять у гуші. А чому? Тому, што вычварянцы ті кастраты не умеють жыць з каветой так, як треба. Яна давно збедна оглыхла, я не дай боже, яшчы я шлепня, а гэтка реклитная любові. Динавоць і мёртвай в труне медь буде нехто неблагі пажиток. Хачу сказаць про то, што мене найболі зараз тешить. Мой малый сусід, сім п'яніцю у вязковых, з дольных лопчик, при лямпі був свякла у нас нема, што вешат, піша вершина свобода. Йон не розанов, і не бородулю, тым більш ні дударів, а ліз яго, я бачу, буде толк. І ось таким оптимистичним словом хачу я скончить гэты смрочный день на нашій незалежной Беларусі. Аминь. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор